Последнее семейство агариковых грибов, то есть вот этих пластинчатых, которые мы едим. Семейство паутинниковые, так называется, потому что у них частное покрывало, которое покрывает вот эту вот шляпку. Оно состоит из паутинистых таких волокон, вот они на картинке. Ну, они довольно широко распространены, как правило, образуют микоризу. В дубовых насаждениях особенно, в среднеазиатских горных лесах могут быть, в еловых лесах могут быть. Ну, некоторые живут на подстилке. Типичные грибы галерина, 400 видов примерно в России имеется их. Могут образовывать ведьмины круги, есть смертельно ядовитые опасные грибы среди паутинников. Ну, конкретные виды. Паутинник кровавый, такой кровяно-краской окраски, запах как от редьки, сведения о съедобности нет, шляпка примерно 5 см, ножка примерно 10 см. Желтый приболотник, съедобный гриб. Ну, в принципе, вот различные стадии развития плодовых тел этих паутинников. Вонючий паутинник, волоконница. Паутинник съедобный, наиболее такой известен, толстушка. Хвойные леса, сладкий вкус, приятный запах. Можно жарить, можно солить. Ну, вот этот вот как раз к съедобному относится. Волоконница тоже, это на самом деле паутинники. Это отдельный рот. Неприятный такой или фруктовый запах. Мякоть плодового тела белая, вкус иногда горький. Некоторые образуют микоризу. И вот из волоконницы могут быть смертельно ядовитые грибы. Через 1,5-2 часа сильное слюнотечение, потоотделение, озноб, судороги. И может наступить смерть в результате падения сердечной деятельности, нарушения дыхания и так далее. Ну, примерно 2 дня человек болеет, потом или умирает от остановки сердца, или выздоравливает. Ну, сюда относятся волоконница равновершинная. Волоконница потуяра с колокольчатой шляпкой такой. Дальше к семейству паутинников относится гибелома, которая тоже сплошь и рядом ядовитая. Например, ядовитая является гибелома недоступная, которая повсеместно тоже по всей стране растёт. Шляпка 8 сантиметров, в центре вдавленная. Вот они начинают походить уже на рыжики, они к ним примыкают. Слизистая такая, рыжеватая. Пластинки широкие, редкие, с белым краем. Кольца слабозаметные, запах редки. Повсеместно растёт эта гибелома, она ядовитая. Потом гибелома корочковидная, тоже ядовитая. Тоже везде растёт выпуклая шляпка, слизистая, приросшие узкие пластинки, ровная ножка, мякоть водянистая белая, вкус и запах редки. Горькая на вкус. Ну, сюда также небольшой ещё рот паутинниковых розитес относится. Куда относится кулчатый колпак? Галерина окаймленная, которая растёт на валежнике. Галерины звездообразные. И другие менее известные грибы. Семейство крепидотовое тоже небольшое. В основном сюда относится сам, собственно, крепидот. И вот он на картинке. Крепидот красивый чешуйчатый, 2 см, маленькая шляпка. Повсеместно растёт, мы не замечаем, видим, потому что маленький. Покрыт многочисленными чешуйками, жёлто-буроватый. Потом имеется ещё крепидот мягкий, вот он съедобный. Но тоже маленький. Шляпка 3,8 см. Много где растёт. Пластинки лучообразные, расходящиеся. Желтоватые, могут быть светло-коричневые. Ножка очень короткая у крепидота. Сюда примыкает тубария. Это маленькие грибы, хотя у нас растут малоизвестные. Семейство сыроежковое. Как раз наоборот, везде растёт и хорошо все их знают. Это последнее семейство базидиомицет, которое я рассматриваю. Дальше перейдём к другим типам грибов. Или шайникам скоро будут. Шайники. К семейству сыроежковых относятся млечники и сыроежки. Это такие грибы с таким хорошим плодовым телом. С развитым. Типичное для гриба. То есть шляпка, центральная ножка. Хрупкая мякоть. Тонкие и толстые гифы. Значит, род млечник. Это мясистые грибы. При надламывании выделяется млечный сок. Почему они так и называются. При соприкосновении с воздухом цвет млечного сока может меняться. И по этому цвету различают различные виды грибов. Растут только в лесу. Или по опушкам. Или на лугах. Где есть корни деревьев. Могут быть в парках эти млечники. Млечники это груздики. Грузди. Значит, могут они быть в парках. Но часто они тоже связаны с конкретным деревом. То есть, допустим, черный груздь под березой. Там же и волнушка. Рыжик под сосной. Вялый млечник под березой. И так далее. Могут образовать ведьмины круги типичные, которые я уже описывал. В медицине доказано, что в рыжике есть антибиотик. Поэтому, в принципе, рыжик может быть полезен против инфекционных заболеваний. Рыжикое масло, кажется, продают у нас иногда в магазинах. И также в народной медицине иногда груздики используют. Но прежде всего, что к млечникам относится? Рыжик. Рыжик у нас хорошо известен. Кстати, традиционная кухня, вся вот эта старая русская, старая московская, они очень много про рыжики там. Рыжики, груздики, они их в 16 веке, в 17 веке постоянно солили, варили, постоянно упоминают. Очень много едят грибов. Ну, как я говорю, у славян это, в общем, традиционно. Причём у разных даже славян грибы почему-то славяне любят. Может быть, что-то там с этим было связано, мифологическое, я не знаю. Потому что в Европе часто не любят грибов, они ходят по грибаме. Ну, рыжик всем известен. Круглая выпуклая шляпка, диаметр 3,11 см. Кожица гладкая, влажная, клейкая. Мякоть оранжевая. Млечный сок у него оранжево-жёлтый. Пластинки жёлто-оранжевые. Ножка 2,8 см. Рыжик съедобный гриб первой категории. Свежий, солёный, маринованный. Это мы всё хорошо знаем. Серушка примыкает к рыжику. Но третья категория, она хуже, чем рыжик. Но очень на него походит. Груздики. Конечно, очень все вкусные и всем известные. Груздь чёрный. Шляпка крепкая, выпуклая. 5-30 см. Большая может быть. Млечный сок у него белый. Съедобный. Третья категория. Солят, как правило. Чёрный груздь встречается в берёзовых и спешеных лесах. Перечный груздь. У него вкус отвратный. Поэтому его едят только солёным и считаются четвёртой категорией гриб. Млечный сок у него тоже белый. И при соприкосновении с воздухом зеленеет. Белянка на самом деле, в принципе, груздик. Но называется белянкой. Хотя походит он на волнушку внешне. У него шляпка 7 см. Белая шляпка у белянки. Поэтому так и называется. И мякоть тоже белый. Млечный сок белый. Вторая категория. То есть, довольно съедобный. Даже довольно вкусный. Белянка растёт в основном в берёзовых лесах. Август и сентябрь. Груздь настоящий. Вот как раз очень популярен в русской кулинарии. В русской кулинарии почему-то любят сыроежковые. Грузди, рыжики, собственно, сами сыроежки. Может быть, потому что много растёт. Вроде как чуть ли не до половины грибов в лесу это сыроежковые на самом деле. То есть, или млечники, или, собственно, род сыроежка. Но имеется в виду именно русский лес в умеренной зоне. Настоящий груздик имеет мясистую, такую плотную шляпку, вдавленную в центре. Его типичный внешний вид на картинке. Имеет млечный сок. Он млечник. Млечный сок белый. Желтеющий. Специфический запах груздивый имеется. Пластинки белые, желтоватые, ножка белая. Первая категория гриба. То есть, очень вкусный, очень полезный. И, как правило, груздики их всегда солят. То есть, их не жарят, ничего. Вот именно солёные грузди у нас постоянно потребляют. Берёзовые леса. Почему в России много? Потому что он образует микоризу с берёзой. Настоящий груздик всегда растёт под берёзой. И он полезен для берёзы. Он с ней образует симбиоз. Они там вместе потребляют питательные вещества всяческие и делятся. То есть, он дополнение к берёзе груздик. Горькушка тоже к этим относится, к млечникам. Но она четвёртой категории, потому что горький вкус. И поэтому можно только солить. Солью перебивают горький вкус этой горькушки. Но её очень много и тоже в северных всяких, в сосновых лесах много этой горькушки. Есть груздик жёлтый, который жёлтого цвета. Но так вообще-то тоже груздик. И он тоже первой категории. Он растёт в основном в хвойных лесах, в ёловых, в пехтовых, на Дальнем Востоке. Волнушка, которую я опоминал. 4-13 сантиметров шляпка с завёрнутым краем. Почему она и волнушка? Млечный сок, острый, белый, на воздухе не меняет цвета. Вторая категория, как правило, волнушку её солят. Может быть с июля по октябрь. Скрипица сюда относится, менее известная. Ну и, наконец, род сыроежка. Сыроежек до хрена просто в лесу. Появляются они в июле. Особенно много их в августе, в сентябре. Могут быть в самых разных типах леса. Все они микоризово образуют. То есть они спутники конкретных деревьев. И они живут в симбиозе. Во взаимно полезном союзе с каким-то деревом. Сыроежки, как правило, съедобны. Но считаются по 3-4 категории. То есть малопитательные и не очень вкусные. То есть первые грибы на 4 категории делятся. Вот первая категория – самые лучшие грибы. Иногда они могут быть едкого вкуса. Поэтому сыроежек обычно их солят. Сыроежку, в принципе, можно есть вообще не жарить, не варить. Её можно с солью просто так есть. Почему она и названа сыроежкой? Ну, конечно, не рекомендуется, потому что всё-таки там бактерии в лесу, конечно, лучше прожарить, я думаю. Но, в принципе, считается, что сыроежку можно с солью просто вот так вот изжрать. Прям как сорвали с леса, можно сразу промыли и съели. В России 45% грибов в лесу – это сыроежки. Но они очень разные. На самом деле много видов этих сыроежек. Несколько сотен. Они отличаются по шляпке там и так далее. И некоторые могут быть менее питательные, некоторые больше. То есть, надо более глубоко так разбираться, на самом деле, с сыроежками питаться. Разные у них типы шляпок могут быть. У одних кожица легко сдирается, у других трудно сдирается. Кожица может быть разного цвета. И также различаются молодой гриб и старый. Он может менять цвет и менять кожицу свою также. Сыроежки точно имеют витамины даже. Имеется, допустим, витамин В2, витамин ПП в них. В этом плане они тоже полезны, как и многие грибы. Конкретные виды. Подгруздок черный. Это такая черная сыроежка. Чернеет она, правда, после засола. То есть, сначала она такая темно-бурая. Вот если ее солить, она чернеет. Чернушка она поэтому называется. Потом имеется сыроежка синяя, которая реально синяя. Третьей категории можно есть ее прям так. И можно ее солить. Растет в хвойных лесах. Сыроежка желтая. Желтого цвета. Третья категория съедобная. Можно использовать свежим, соленым. Чисто желтая такая окраска, желтоватые споры. Сыроватые березовые леса. Окраин и болот с июля по октябрь. Сыроежка синяя-желтая. Шляпка 5-15 см. В центре такая вдавленная. Белые пластинки, белая ножка. Съедобная третья категория. И довольно много говорят ее на Дальнем Востоке. Тоже образует микоризу, сосново-березовые леса. Сыроежка сереющая. Съедобный гриб. Для соления используется. Тоже лесная. Все микориза с сосной. То есть сыроежка сереющая, конкретно под сосной. Сухой грусть или подгруздок. На самом деле сыроежка, а не грусть. 7-15 см. Приятный запах у него. Чисто белая шляпка такая с буровато-желтыми пятнами. Почему называется белый подгруздок иногда. Хвойные и смешанные леса. Съедобный суп. Солить можно. Сыроежка жгуче-едкая. Выпуклая шляпка, воронковидная. Может принимать самые разные формы. Четвертая категория, но из-за плохого вкуса ее можно только солить. То есть соль перебивает вкус этот отворот на этой сыроежке. Болота, сырые леса, хвойные леса и так далее. Вот там может быть. Сыроежка ломкая, хвойные леса и лиственные. Ну как раз вот отличается тем, что она ломкая. Мякоть у нее. Валуй. Это известный гриб, который встречается в лиственных, березовых, смешанных лесах. Пригоден только для соления. Ну считается в принципе вкусный гриб. Сыроежка цельная имеется еще, съедобная третьей категории. Сыроежка золотисто-желтая. В широколиственных, мелколиственных, хвойных лесах с июля по сентябрь. Сыроежка болотная. Такая выпуклая шляпка, пластинки широкие, белые и так далее. Ножка белая. Сыроватые сосновые леса, край болот, трофенистые песчаные почвы образуют микоризу с сосной. Сыроежка болотная считается вкусной и съедобной вполне. Для маринования и сорения. Ну и наконец сыроежка пищевая имеется. Красная шляпка. Пластинки белые или беловато-желтые. Сладкий ореховый вкус. Хвойные леса. Съедобный вполне гриб. Ну и вот на этом базидиомицеты кончаются. И следующей серии будут гастромицеты.